Всем привет! Уже давно пришло время снять видео о моих процессах за ноябрь. Немножечко я с этим припозднилась, но тем не менее вот снимаю. Сегодня расскажу вам, что у меня произошло в моих процессах за целый месяц. Ну и начну уже наверное по традиции с процессов готовых, когда они конечно есть. В этом месяце есть. Совсем недавно было видео о пряничном домике, поэтому я его так чисто формально покажу, что да, был вышед в ноябре такой вот чудесный, праздничный, нарядный пряничный домик. Видео о процессе, о впечатлениях были совсем-совсем недавно, поэтому не буду повторяться. Большой процесс, который у меня завершился в этом месяце, это беседка. Беседка от фирмы Dimensions. Наконец-то я ее закончила. В принципе, закончила я уже ее пару недель назад точно. Но пока еще так и не собралась тоже сделать видео о процессе и о впечатлениях. Я думаю, что они будут в ближайшее время. Но так вкратце скажу, что процесс довольно-таки несложный. Очень много полукреста в этой работе, за счет чего достигается такая нежность, воздушность даже, я бы сказала, в дизайне. Ну, более подробно расскажу видео, посвященному именно этому процессу, этой работе. Ну, а пока скажу, что результат мне очень нравится. Так, ну, давайте покажу вот этого товарища сложного. Это Планетариус. Честно говоря, я даже сомневалась, показывать его или нет, потому что, опять же, он у меня вроде как и продвинулся, но продвинулся совсем немножко. В своих традициях обычных двигается по чуть-чуть, поэтому добавилось у меня только кусочек буквально мантии, центральная часть, и все. В принципе, впечатления те же самые, то есть, в общем-то, вроде как шьется неплохо, но достаточно утомительно высчитывать бывают вот эти вот четвертиночки. Очень их много. Ну, вот сейчас отчетливо видны вот эти вот знаки на мантии, потому что центральная часть еще не вышита, то есть, сами они еще не вышиты, и видно уже, какой четкий контур. И вот этот, собственно, четкий контур, он как раз достигается за счет вот этих вот четвертинок. Результат нравится, то есть, то, что получается, нравится. И, в общем-то, даже вот эта часть, она вышивается достаточно так легко к этому процессу, вообще, по-моему, неприменимое слово, но попроще, попроще, чем некоторые другие участки. Буду надеяться, что как-то вот в следующем месяце у меня он лучше продвинется, будет, может быть, более результативным. Но пока вот как-то так. Ну, и в этом месяце я много начала нового и интересного. Практически начала и закончила еще одну игрушку новогоднюю от Милхил. В прошлом месяце я сделала из этой же серии игрушку, которая труба была. Это мандолина. Вышитая я и вышла, но надо еще из нее сделать игрушку. Поэтому, как только сделаю, так обязательно будет видео об этом наборе. Следующий процесс, который я начала в этом месяце, это набор от фирмы Лансвит «Клубничное счастье». Ну, и так как тут еще не так много вышито, покажу саму картинку. Обзорчик на этот набор я уже снимала. Там, конечно, картиночка тоже видна. Но вот так, для наглядности. То есть вот, что должно получиться. И вот, что есть на данный момент. Как мне кажется, реальная картинка получается ярче, чем на обложке набора. Очень, очень приятный процесс. Шьется просто легко, то ли за счет цветов, то ли, наверное, сочетания всего. То есть мне здесь нравится все. Очень нравятся ниточки, очень нравится канва. То, что получается, радует. Поэтому просто счастлива я от этого наборчика. Вышиваю его с большим-большим удовольствием. В этой работе не очень много полукреста, но весь он располагается, ну, практически весь он располагается внизу. То есть то, что вот здесь вот полукрестом вышито, это почти что весь полукрест, который присутствует в работе. Там еще немножечко только будет и все. Ну, вот такой, на мой взгляд, уже прям видит от него позитивом такой вот замечательный наборчик. Следующий начатый набор в этом месяце, это набор от фирмы Reolis New York. Обзор на этот наборчик тоже уже был, но я, опять же, показываю картинку, потому что пока еще ничего не видно. И вот, что есть на данный момент. Так как вышивка выполняется на специальной конве, то есть здесь нанесен рисунок, который впоследствии выполняет роль паспарту, то, чтобы верно разместить правильно вышивку, я начала вышивать, ну, как, собственно, и рекомендовано, от центра. Обычно я предпочитаю начинать вышивку от левого нижнего угла, но вот в данном случае решила сделать исключение такое. Но, тем не менее, я начала от центра, а потом спустилась вниз, вот практически дотянулась до левого нижнего угла, и теперь пойду уже, ну, привычным для себя путем. Пока ничего не понятно, но, в принципе, мне нравится. То есть мне нравятся ниточки, они здесь анкор. Ну и, собственно, вот этот цветовой хаос тоже мне доставляет почему-то удовольствие. Шить, конечно, не очень просто, потому что такое все разбросанное. Я вот отшиваю ниточку и дальше, ну, так, задумываюсь на какое-то время, какую же взять следующую. Но, тем не менее, очень интересно. Вышивка здесь идет и в две, и в три нити. Довольно много смешанных цветов, блендочек. То есть разнообразие такое у нас присутствует. Не знаю, как пойдет дальше, но пока я, в общем-то, всем довольна. Да, хотела сказать пару слов о том, что все-таки не нравится. Схема цветная, такая вот, очень цветная, поэтому, так как я привыкла закрашивать схемы, обычно я закрашиваю прозрачным маркером, ну, который текстовый делитель. И этого достаточно, чтобы ориентироваться в схеме. В данном случае закрашивать схему таким маркером не получается, поэтому приходится ее зачеркивать прям вот так вот конкретно. Ну, это копия, естественно, сделана, потому что в дальнейшем нужно вышивать, естественно, бэк, а после такого зачеркивания ничего уже видно не будет. Вот за это я не люблю цветные схемы. И еще один начатый процесс в этом месяце. Много у меня начинаний получилось. Это будет подушка в ковровой технике. Вот такая вот бабочка должна получиться. И вот уже то, что вышито. Это китайский набор. Достаточно много у меня уже вышито, наверное, почти что треть. Получается, вот крылышко такое симпатичное вырисовывается. Видео об этом наборе тоже обязательно будет. Там покажу комплектацию набора, впечатления тоже расскажу. Думаю, что все сразу. Ну, вот, в общем-то, и все. Вроде бы всеми новостями с вами поделилась. Если вам понравилось видео, не забывайте подписываться и ставить лайки. А также помните, что вы всегда можете найти меня в Инстаграме. Ссылочка есть под видео. Всего-всего доброго. Пока. Пока.